В этом уроке рассмотрим с вами набор свойств, которые позволят нам устанавливать обработчики для различных состояний нашего запроса. Начнем по порядку. Первое свойство BeforeSend назначит обработчик, который будет вызываться перед отправкой запроса. Обработчик в качестве аргумента будет получать объект XMLHttpRequest. Идем далее. Свойство Complete задаст обработчик, который будет вызываться каждый раз по завершении запроса. Причем в любом случае, неважно, успешно или с ошибкой завершился наш запрос. В качестве аргументов обработчик будет получать объект XMLHttpRequest и текстовый статус того, успешно или нет завершилось обращение к серверу. Следующее свойство Error, которое позволит нам задать функцию для обработки исключительных ситуаций. То есть, когда обращение к серверу завершилось с ошибкой, функция призванная сделать, это получит три параметра. Первый из них объект XMLHttpRequest, второй текстовый статус и третий объект ошибки, которая была сгенерирована. Далее рассмотрим с вами свойство DataFilter. Оно задает функцию, которая будет вызываться при успешном завершении запроса перед обработчиком свойства Success, которое мы рассмотрим далее. Для чего нужна эта функция? Если мы хотим каким-либо специфическим образом обработать данные, полученные в ответ от сервера, то вот как раз здесь мы ее и будем применять. В качестве аргументов она получит сами данные от сервера и параметры DataType, которые мы указали при настройках нашего запроса. Ну и последнее в данном уроке свойство Success может задать обработчик, который будет вызываться при удачном завершении запроса. Получает три аргумента. Первый данные полученные от сервера, второй текстовый статус того, как завершилось обращение к серверу и третий объект XMLHttpRequest. На этом с теорией покончено. Давайте-ка в среду и потренируемся со всеми этими делами. Итак, в этом уроке я должен обратить ваше внимание на то, что в форуме у нас присутствует вот такая вот картиночка, анимированный GIF, который призван служить индикатором того, что в данный момент происходит общение между нами и сервером в фоновом режиме. Да, бы пользователь не думал, что там кнопка не работает или там ничего не происходит, да, и 300 раз на нее не нажимал. Вот. Ну и кроме того, в данном уроке уже к нашему документу подключен файлик lesson2.js. Давайте-ка взглянем на его код. Здесь мы видим, что с предыдущего урока осталось большинство свойств. Кроме того, заданные свойства success, error и data filter. И кроме того, мы можем наблюдать вызов метода hxsetup с также установленными двумя свойствами before send и complete. С них мы с вами как раз и начнем. Ну и кроме того, как раз займемся той самой картиночкой индикатора. Итак, давайте-ка заглянем в браузер. Вот здесь вот будет находиться наша картинка. Смысл таков, да, что как только запрос начинается, картиночка начинает шевелиться, говоря пользователю о том, что в данный момент что-то такое происходит, чтобы он не волновался и подождал. Как только запрос завершился, картиночка исчезает. Сделать это невероятно просто. И сделаем это следующим образом. Применяем селектор для того, чтобы отыскать нашу картинку. Перед запросом мы ее отображаем, используя метод show. После того, как запрос завершен, мы ее прячем, используя метод hide. Вот, в принципе, и все. Ничего сложного. Давайте-ка пойдем проверять. Идем в браузер, обновляем страничку. Видим, что наша картиночка появляется на 3 секунды, даже чуть больше, да, и пропадает после того, как запрос завершен. Может быть, некоторые из вас самые внимательные заметили, что запрос длился достаточно долго. Я это сделал специально, указав в PHP файле обработчики задержку на 3 секунды, для того, чтобы было наглядно появление вот этой самой картиночки индикатора. Так, кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что раз обработчики на события before send и complete были привязаны методом hx setup, то, сколько бы запросов у нас далее на странице не происходило, каждый из них перед отправкой будет причиной того, что вот эта самая картиночка-индикатор отобразится, ну и, соответственно, по его завершении она будет скрыта. А теперь давайте-ка займемся обработкой успешного выполнения нашего с вами запроса. Здесь у нас будет небольшое такое конструкция if-else, if-data-success-ren-ren-1. Почему я могу получить свойство success через точку? Так как у нас формат указан json, то, соответственно, обработчик success будет получать данные уже в этом самом формате, то есть как бы в форме объекта. Итак, если все там хорошо произошло на сервере, мы сообщаем пользователю о том, что письмо было отправлено. Письмо было отправлено. Чудно. Если же else-if произошла какая-либо ошибка, которая была перехвачена сервером, и он сгенерировал нам ответ с свойством error равным единице, то мы опять же уведомляем об этом пользователя. Письмо отправлено не было. И заодно можем указать причину. Причина. Причина будет находиться в свойстве notification нашего объекта ответа. Давайте-ка посмотрим в PHP-обработчике, какие могут быть причины такого поведения. Первая из них. Когда в скрипт были переданы не все данные. И вторая. Когда метод mail завершился со значением false. То есть когда какая-то внутри него произошла системная ошибка. Уведомлением будет текст ошибка при отправке сообщения. Так, идем снова в JavaScript файл. Тут мы все указали. Ну и последняя ситуация, которая вряд ли, конечно, произойдет. Это когда по каким-то вообще неизвестным причинам не свойство success, не свойство error у нашего полученного от сервера объекта не будет. То мы и выведем соответствующее уведомление о том, что произошла неизвестная ошибка. Итак, на этом все. Сохраняем страничку. Идем в браузер проверять. Обновляемся. Кликаем на кнопку. Ждем. У нас с вами ошибочка. Ошибочка у нас потому, что определен метод dataFilter, который должен вернуть данные, которые впоследствии будут переданы в обработчик success. Так как у нас данный метод ничего не возвращал, то и обработчик success ничего не получил. То есть вот этот первый параметр был неопределен. Undefined. Что мы и видим. Не могу получить свойство success от неопределенной переменной. Вот в первом условии он стучался, стучался, не смог получить доступ к данному свойству переменной data, так как она была неопределена. Вот и произошла критическая ошибка. Так, теперь мы вернули в неизменном виде те данные, которые получили от сервера, то есть обычный JSON объект. И все теперь будет хорошо. Сохраняемся. Идем в браузер, обновляем страничку. Ждем. Письмо отправлено не было. По причине того, что в обработчик не были переданы необходимые данные. Это мы с вами уже слышали, потому что не был передан валидный email. Если же мы теперь укажем нормальный адрес электронной почты, кликаем отправить. Все, письмо было отправлено чудненько. Снова возвращаемся в среду, дабы установить последний наш обработчик, который мы будем рассматривать. Это error. Раз уж была создана исключительная ситуация, то нужно всеми вообще возможными способами сообщить пользователю о том, что произошла ошибка. Произошла ошибка. И давайте-ка залогируем все полученные данные. Текстовый статус. И свойство message из объекта error. Сохраняем документ. И теперь же нужно как-то эту ошибку получить. Для этого немного исковеркаем коды нашего PHP-обработчика. Добавим здесь несколько еще фигурных скобок, что станет причиной того, что полученный ответ не пройдет валидацию регулярным выражением для формата JSON. И будет вызван уже обработчик error. Кликаем на отправку сообщения. Ждем 3 секунды. Смотрим. Произошла ошибка. Текстовый статус parse error. Это значит, что при парсинге ответа произошла эта самая ошибка. Ну и исключение, которое выброшено было. То бишь, лишняя фигурная скобка. Именно та ситуация, которая и была нами искусственно создана. Ну что ж, на этом, я думаю, можно завершить текущий урок. Увидимся в следующем. Всего доброго.